Чудовищный океанический змей, обитатель моря окружающего Медгард, сын хитреца бога Локи и великанши Ангрбоды, Змей Йормонгант. Всем привет, любители мифических животных. Я думаю, вы прекрасно понимаете, кто сегодня виновник торжества. Когда-то Локи, будущий отец нашего змея, был настоящим пьяницей и распутником. Он часто любил проводить время со старой великаншей Ангрбодой. Нередко он покидал Асгард и уходил в железный лес на окраине Йотунхейма, чтобы повидать великаншу. Локи никогда сильно не влюблялся, но охотно позволял себя любить. Ангрбода не знала, как лучше угодить любимому, а тот беззаботно жил в её доме, вернее ночевал в нём, проводя дни в странствиях по Йотунхейму. После трёх долгих ночей, проведённых с Локи, великаншу забеременела, а затем родила трёх детей Локи. Были это маленькие чудовища – девочка, волчонок и змеёныш, который рос на глазах. Гордиться такими детьми было, конечно, нельзя. Но Локи не особенно огорчился, когда их увидел в особенности змея. Ему уже надоела жизнь в Йотунхейме, он думал лишь о том, как вернуться к перам и другим забавам Асгарда. Пользуясь тем, что Ангрбода занялась новорождёнными, Локи ускользнул из Йотунхейма и, как ни в чём не бывало, появился в Асгарде. О своих детях он никому не рассказывал, да и сам о них не вспоминал. Но вскоре в Асгард явилась вельва и предсказала богам великие беды, которые принесёт им и миру ужасные дети Локи. «Чего же и ждать, кроме бед от детей такой матери и тем более такого отца?» – толковали асы между собой, узнав, кто такая Ангрбода. Локи заставили рассказать обо всём, и Один послал Тора и Тюра привезти в Асгард маленьких чудовищ. Но убивать их он не собирался, потому что даже богам не под силу избежать того, что должно случиться. Живые или мёртвые, но дети Локи принесут погибель миру, раз это было предсказано. Один и до пророчества вельва видел смутные образы грядущего, ведь он, как и многие другие боги, был наделён даром предвидения. Пришли асы в Йотунхейм и забрали дети Локи с собой в Асгард. Змеёныш Йормунгант так сильно извивался и не хотел отлучаться от матери, что Тор силой намотал его вокруг локтя, а голову зажал в своём огромном кулаке. Долго шли боги до Асгарда, вырос Йормунгант в Большого Змея и даже Тор не смог нести его в одиночку. Начал ещё больше сопротивляться Йормунгант, извиваться и ядом плеваться. Еле увернулся Фрейр от струи ядовитой. Не знали асы, как донести змея до Асгарда, не навредив себе. Но Тор придумал способ, как на время обезопасить остальных от чудовищного змея. Он нашёл длинное бревно, накрутил змея вокруг и привязал, а в пасть ему затолкал здоровенную еловую шишку, чтобы не кусался и ядом не плевался. Так и несли его все вместе до самой Вальгалы. Наконец, в Асгард возвратились Торы Тюр с детьми Локи, волчонком Фенриром, змеёнышем Йормунгантом и юный великан Шуйхель. Йормунгант был уже так огромен, что асы испугались его больше двух других чудовищ. Один это осознавал и велел Тору незамедлительно бросить змея в океан, окружающий землю. С тех пор змей обвивает Мидгард собственным телом как живая граница и защита для смертных, населяющих этот мир. Но на этом ещё далеко не всё, ведь мировой змей фигурирует в некоторых мифах, главным образом в качестве врага Тора. Впервые он появляется в мифе о том, как Тор, путешествуя с несколькими спутниками, встретил великана-чародея Утгарда Локи. Не путать с Локи. Этот колдун пригласил их в гости и предложил потягаться с его слугами в силе и сноровке. Тору досталось совсем простое, на первый взгляд, испытание — поднять кошку Утгарда Локи. Но кошка оказалась такой тяжёлой, что Тору едва удалось оторвать от земли одну её лапу. Тор признал своё поражение, и Утгарда Локи объяснил, что навёл на него чары Марокко. Под видом кошки скрывался сам змей Мидгарда, а Тор в действительности поднял его почти целиком, отчего по морям пошли гигантские приливные волны. В другом мифе Тор отправляется на рыбалку вместе с великаном Хюмиром и насаживает на крючок отрубленную голову быка из геймирового стада, которую он взял без спроса, но Хюмиру оставалось только смириться. В самом деле не сражаться же с богом-громовником. На эту наживку клюёт мировой змей, но сдаваться без боя он не намерен. Пока Тор борется со своей добычей, Хюмиру кратко обрезает леску, и змей уходит на дно. Но рано или поздно всё в этом мире заканчивается. Во время Рагнарёка, великого сражения Света и Тьмы, мировой змей выползет на сушу, отравляя реки и озёра, убивая едом всё живое на своём пути до равнины Вигрирт. И сойдётся Ермунгант в битве с Тором, и оба погибнут они от ран смертельных. Тор раздробит змею голову, но, сделав девять шагов, сам утонет в реках яда, которые польются из умирающего чудовища. На этом у меня всё, и мы неторопливо переходим к самой загадке. Тысячи тайн хранила планета, сотни разгаданы были давно. Но, несмотря даже на величие это, эти загадки решить не дано. Злобный хранитель сокровищ несметных вам просто так не позволит пройти. Как бы ты быть не хотел незаметным, ты лишь загадку там сможешь найти. Если её разгадать ты не сможешь, как ни пытайся сбежать, не уйдёшь. Больше тебе тут ничто не поможет, ты лишь погибель свою здесь найдёшь. Но, если выполнишь это задание, если сумеешь ответ верный дать, то ты получишь награду за знание, и сможешь ты смерти своей избежать. Если ты знаешь, о каком величественном хранителе тайн идёт речь, пиши в комментарии. С вами был канал Животный Мир. Подписывайся и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok